Добрый день на телеканале НИКТВ новости. С вами Антон Липовский. Их и сначала коротко о наиболее заметных событиях к этому часу. Внимание тем, кого вниманием не обаловали никогда. Очередь детей без жилья, обделенных судьбой, продолжает сокращаться. Травматизм калужан и задолженности за электроэнергию. Порядок на улицах и в коммунальном хозяйстве необходимо навести срочно. Чтицы, художники, рукоделы. Десятки самых творчески одаренных калужан получили свои награды. И теперь обо всем подробнее. В село Подбужье Хвостовического района придет высокоскоростной интернет, а у погорельцев из Воскресенского появилась надежда на материальную компенсацию. Губернатор области провел личный прием граждан и в сжатые сроки попытался найти решение сразу нескольких задач. С интернетом в Остовическом районе разобрались быстро, он там появится уже в феврале. А вот в деле Александра Чужинова оказалось не все так просто. Полтора года назад у него из-за электропроводки сгорел дом. Пожарных вызвали электрики, которые в этот момент проводили работы. Но своей вины в пожаре они так и не признали. Суд тоже оказался не на стороне Александра. А вот губернатор ему поверил и предложил снова, только уже с поддержкой Министерства строительства ЖКХ, обратиться в прокуратуру. Анатолий Артамонов обещал лично проконтролировать процесс, после чего погрузился в проблемы дополнительного образования города Боровска. Представители местного детского клуба обратились к нему с просьбой оказать помощь в создании материальной базы. Губернатор поручил рассмотреть этот вопрос на Совете по образованию и дал задание разработать систему оценки эффективности деятельности учреждений дошкольного образования в целом. Я хочу, чтобы у каждой работы мог быть критерий ее оценки. Кто-то делает работу, получает за это деньги и должен быть критерий оценки. Эта работа сделана хорошо, удовлетворительно, плохо. По каким критериям можно эту работу оценить? Сразу шесть долгосрочных государственных программ были приняты на очередном заседании областного правительства. Министр развития информационного общества Дмитрий Разумовский представил программу по повышению качества государственных и муниципальных услуг. Большинство из них должны быть переведены на электронный формат. По проекту уже к 2015 году в электронном виде будет доступно более 60 услуг. В недалеком будущем МФЦ появится в каждом муниципалитете. Также на заседании была представлена программа, которая предусматривает расширение мер поддержки предпринимателей, а также создание и развитие инновационных территориальных кластеров. А главный дорожник области Ренат Набиев подвел итоги работы и рассказал о планах своего министерства на 2014 год. Дорожники планируют в будущем году отремонтировать 123 километра дорог. На это будет потрачено более 3 миллиардов рублей. Определение приоритетов мы все-таки как-то договаривались, чтобы оно должно быть вместе с населением. Потому что сейчас начнутся отчеты в новом году. Губернатор, заместители губернатора, мы все будем выезжать. Будут снова подниматься эти вопросы. И будет очень плохо, если придется на ходу корректировать эту программу. Также на заседании были приняты программы о государственных гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, профилактике правонарушений и экологической безопасности. Подробный материал смотрите в вечерних выпусках новостей. Долгожданное новоселье. 41 ключ от новеньких квартир вручили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Знаковое событие состоялось в деревне Кобицыно. Одно из первых счастливых новоселов поздравила Наталья Жилина. Заходи и живи. Для детей, обделенных судьбой, региональные власти постарались создать максимальное удобство. Новые просторные квартиры сделали не только под ключ, но и оборудовали мебелью первой необходимости. Конечно, в шоке и я. Геннадий Дмитрук о таком и мечтать не смел. После детского дома мыкался по общежитиям и съемным квартирам в Калуге почти 30 лет. С надеждой о собственной уже был распрощался. Я вообще-то думал, что были голые стены. Ну, как здесь, я смотрю, вообще все есть. И как бы до первоначальной стадии это очень хорошо. Я получил освещение, конечно, праздничное. Что, наконец-таки за свои 44 года я приобрел себе квартиру. Когда едете? Как ключи дадут, так и мне дадут. Сразу? Сразу. Без пяти минут хозяин, а гости уже на пороге. Заместитель губернатора Николай Любимов придирчиво оценил качество ремонта, затем проверил коммуникации. Вода чистая. Горячая. Горячая. Убедился в практичности мебели. Хорошо. Независимо от возраста, квартиры дети-сироты получат по договору найма. Через пять лет после полной социальной адаптации они смогут жилье приватизировать. Такие условия выдвинул федеральный закон, дабы защитить уязвимую категорию граждан от мошенников. А чтобы первые шаги при вступлении во взрослую жизнь были уверенней, за вчерашними выпускниками детских домов будет присматривать социальный работник. Социальный работник вообще необходим в категории таких детей, так как они совсем не адаптированы к элементарным вещам, таким как оплата жилья, ну что-то какие-то по хозяйственной части вопроса. То есть человек как помощник, подсказать им, куда им идти, но я думаю, что необходим. В новом доме предусмотрено помещение для кабинета семейного доктора, где дети-сироты смогут получать медицинскую помощь бесплатно по страховым полисам. Здесь же предоставили квартиру участковому, за которым закреплен опорный пункт микрорайона. А в цокольном этаже уже работает спортивный центр, но сегодня праздник по другому поводу. Квартира номер 10. Вот он, долгожданный миг. Вместе с Геннадием Дмитруком его разделили еще 40 сирот. А всего в уходящем году ключи от новых квартир в разных уголках области получили 97 выпускников детских домов. Еще около 280 сирот справят новоселье в будущем году. Вообще я из Кирова, Калужской области, жила с бабушкой все время. Сейчас учусь на 4-м курсе в Брянской академии. Ждала, собственно, где дома, где в общежитии пока училась. С 18 лет стою, долго ждала, так сказать, долгожданные ключи. Вообще я учусь на инженера-строителя. Я знаю, что в Обнинске много работы по этой профессии, поэтому я думаю, все наоборот станет лучше. Государство сделало первый шаг, обеспечив вас необходимым жильем. Все остальное зависит уже от вас. Как вы устроитесь в жизни, как вы устроите свою личную жизнь, как вы найдете работу и как вы будете работать. Возведение жилья в Олимпийской деревне в Кобицыно, по сути, только разворачивается. Но для удобства тех, кто здесь уже поселился, в январе распахнет двери детский сад. Наталья Жилина, Михаил Андросов, телекомпания НИКТВ, Боровский район. Работа управляющих компаний и уборка города стали главными темами городской планерки. Константин Баранов дал жесткую оценку работе своих коллег. По его словам, ни городские управления, ни управляющие компании не справляются с ситуацией. И состояние улиц находится в неудовлетворительном состоянии. Исполняющий обязанности городского главы также сообщил, что с недавнего времени введен новый показатель качества уборки города – травматизм граждан. И теперь он станет одним из главных в оценке работы коммунальных служб. В период с 9 числа текущего месяца по 15-е произошло 165 травм. Вы представляете, 165 человек у нас с вами получили травму благодаря нашей с вами работе. Константин Баранов потребовал от управления ЖКХ ужесточить работу всех ответственных за уборку города служб. Претензии к управляющим компаниям есть и у поставщиков энергоресурсов. Задолжность исчисляется тремя сотнями миллионов рублей. Но и самим управляющим компаниям население задолжало в два раза больше – более 600 миллионов. Исполняющий обязанности городского главы напомнил своим замам, что надо плотнее работать со службой судебных приставов. Также необходима система, чтобы население расплачивалось с поставщиками энергоресурсов напрямую. Штрафы против нелегальных маршрутов. Городская управа экологии совместно с полицией организовала рейд, в ходе которого было выявлено более 10 маршруток, у которых отсутствовал договор на право перевозки пассажиров. Такой рейд был уже не первым, но именно с него решено было начать систематическую работу по искоренению нелегалов с улиц областного центра. О водителях вне закон. Репортаж Андрея Степичева. Предельно вежливый сотрудник ДПС, но добрым этот день, судя по его началу, будет не у всех. Проверка документов водителя первой же маршрутки и сразу рейд приобретает смысл. Договора с гору правой на пассажирские перевозки у него нет, а значит впереди процедура оформления нарушения. У его соседей, судя по всему, были те же проблемы с документами, но все хорошо с реакцией. Своё место работы водитель этого пазика покинул сразу, как только почувствовал полицейскую опасность и где-то затаился. Как мы заехали по знаку 3-1 ездить, причем тогда, если здесь не работаете? По привычке. Держите, пройдёмте раз по привычке. Под горячую руку попали и те, кто на маршрут выходить и не собирался. Заводской автобус припарковался не в том месте и уж точно не в то время. Совместный план перехват Калужской гору правой и полиции для водителя Юрия стал тем сюрпризом, на который он в это утро точно не рассчитывал. Да не сталкивался, людей от работы отрывают. Он бы где-то на трассе стоял, за порядком смотрел, а то он тут у нас аптечки проверяет. Небольшой штраф для тех, кто не там припарковался, и уже другие суммы для нелегальных перевозчиков. Выбейте свою штуку, давай. Этот водитель становиться героем новостей явно не собирался, но слава, а вместе с ней и штраф пришли внезапно. 5 тысяч рублей за выход на маршрут без договора с городской управой. В Калуге устали уговаривать и предупреждать. Теперь на системной основе будут наказывать рублём. Рейды у нас проводятся постоянно, но с сегодняшнего дня принято решение вывести это на полномерный режим. И как минимум 2-3 раза в неделю такие рейды проводить по выявлению нелегальных перевозчиков, а также по выявлению нарушений действующих договоров с перевозчиками. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис, путевой лист и договор с гору права, если присутствует такой. Новое место, но всё тот же интерес у Алексея Коробейникова. Инспектор ДПС проверяет наличие договора, теперь уже на 77 маршруте. Здесь найти нелегалов сразу не получается, но в борьбе с маршруточным злом он дойдёт до каждого водителя. Нелегальные перевозчики, я так понимаю, они не дают возможности работать легальным перевозчикам, которые по документам, вы сами видели, всё в порядке. Никаких вопросов к ним нет. Это документация, путевые листы, договораются как положено. 77 маршрут в сравнении с третьим оказался образцово-показательным. Документы у водителей в порядке, а договор с городской управой на самом видном месте. Нелегалый здесь вид вымирающий. И хоть слышали про них все, далеко не каждый их встречал. Я вот как бы не сталкивался с своей практикой. Так что тот человек сам приехал, повесил таблички и поехал работать. Такого нету, просто коллективов не допустит. Договора нету? Вот два договора. Не знаю, какие договора. У вас договор. Пойдёмте. Дорога помогут. Нормативно-правовая экскурсия для тех, кто не в курсе последних новостей. Сергей Шумов с удивлением для себя узнал, что нужны договоры с городской управой. Посмотрел, как они выглядят. Но так и не признав своей вины, сослался на организацию, которая выдала путёвку. Я не знаю, какая там бумажка должна быть именно такой. У нас договор есть, аренда какая-то с организацией. Вот поэтому мы уезжаем в договор. Еще пять тысяч от Сергея и потенциальный штраф на всю организацию, в которой он работает. В отношении юридических лиц наказание более существенно. Компании-перевозчику придётся заплатить от 80 до 100 тысяч рублей. Андрей Стёпичев, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКО-ТВ. Творческие достижения калужской молодёжи. В Доме музыки прошло награждение лауреатов конкурса молодых исполнителей. Заявки на участие подавали как учащиеся различных студий кружков, так и те, кто захотел свои силы попробовать впервые. Они состоялись в пяти номинациях. Это художественное чтение, прикладное искусство, театр, фотографии и изобразительное искусство. Победителями в различных возрастных категориях стали 28 человек, которые получили медали и диплом от городского молодёжного центра и профильного министерства. Также у каждого лауреата появился шанс попробовать себя на следующем этапе. Поехать на дельфийские молодёжные игры. Мы в этом году хитрились угадать, какая тематика будет непосредственно на дельфийских играх, потому что региональные конкурсы обычно проводятся раньше, чем получаем положение о дельфийских играх. Но так как следующий год объявлен годом культуры, сложно было не догадаться, что эта тема будет. Естественно, и в изобразительном искусстве фотографий была объявлена эта тема, и по этим темам они работали. Познакомиться с творчеством молодых калужан можно в холле концертного зала Дома музыки. Выставка будет работать ещё 10 дней. Сотрудники Сухинического завода стали актёрами. На комбикормовом предприятии районного центра создали самодеятельный театр. Билеты раздавали местным жителям бесплатно. Первый спектакль – детская сказка по мотивам летучего голландца. Режиссура, сценарий, костюмы, танцевальные постановки – всё было разработано сотрудниками завода. Сюжет заканчивается тем, что главные герои ловят золотую рыбку. Это своеобразный намёк на продолжение истории. В дальнейшем организаторы задумались сделать сиквел. Юных театралов ждал ещё один сюрприз от непрофессиональных актёров – новогодний утренник. Проводили игры, викторины, конкурсы. Победителям полагались призы, всем же без исключения – отличное настроение. Праздник мы должны делать себе сами. Никто нам на блюдечке не принесёт никакую радость. А радостные все события в своей жизни мы создаём себе сами. Поэтому мы посвящались. И наши единомышленники, которые собрались в нашем коллективе, поддержали нашу идею просто на ура. И у нас кабинет переговорной комнаты превратился вообще как в шейную мастерскую, в костюмерную. И очень много идей. Калуга окунулась в зимнюю сказку. Долгожданный снег погрузил жителей в новогоднюю атмосферу. И городские власти стараются создать праздничное настроение. Как меняется Калуга в преддверии Нового года, сегодня расскажут гости программы «Главное». Также ведущие обсудят программу развлечений. Всего в предновогодние праздники и зимние каникулы планируется провести около 170 мероприятий. Присоединяйтесь к разговору и вы телефон прямого эфира 557799. Начало программы, как и всегда, в 20 часов. И на этот час это все новости. Берегите себя. До встречи на Нике.